Друзья мои, на самом деле, ну, а, это действительно, привет, неприятная ситуация, ничего страшного не случилось. То, что мы наблюдаем здесь сейчас, то, что где-то там спрятался за забором от нас председатель Московской городской думы, единород Шапошников, где-то там сидит и трясется Собянин, ничего страшного. Пройдем, пройдет еще один круглый стол, я уверен абсолютно, несмотря на то, что сегодня мы видим реально акт трусости какой-то, ничего страшного. Я еще раз благодарен смелым и отважным депутатам, которые, по крайней мере, впервые за всю историю Мосгордумы объявили, что они хотят провести такое мероприятие, они проведут его, безусловно. Прекрасно, что вы житель Тверского района. В Тверском районе Единая Россия потерпела поражение, как мы знаем. Но, тем не менее, друзья мои, я просто еще раз хочу обратить внимание, смотрите, видите, как смешно. Они же не могут прийти на круглый стол, на круглый стол они не могут прийти и что-то там сказать. Поэтому потенциал Собянина выражается в том, что есть хрен в синей кепке, и этот хрен в синей кепке бегает и что-то кричит. Вот это Единая Россия. Она таким образом устроена. Больше там ничего нет. Мы ждем до 10 часов. Дальше, вот у нас здесь сейчас два депутата, да? Мы попробуем оформить списки, просто личные списки. И попытаемся пройти просто, как приглашенные мной. Ты что задница пристраиваешься? Береги свою жопу, что ты пристраиваешься в задницу? Успокойте, пожалуйста. Мне кажется, вы ведете себя крайне агрессивно. Вам кажется, вы на этом акцент делаете. Куда идите? Идите, вперед, вперед. Идите, выйдите. Так, давайте. Давайте, вылазите. Все, вперед, вперед, вперед. Ведите себя нормально. Вперед, я сказал, без разговора. Вы так будете говорить в другом месте. Микрофон, руки, вперед. Дайте, пожалуйста, гражданину выйти. Пусть идет, пусть идет. Не смотрите, конечно. Давайте, живот втяните, физкультура займитесь. Правильно, вам тоже пора это сделать. Вы их депутаты побили на выбор. Москвичи в основном пришли, проголосовали за оппозиционных и дадут. Что может быть там в Единой России? Пришли и сломали. Вот сами видите, что он сделал. И что больше его сюда вообще никто не пускал. А вы кто здесь? Я депутат, а вы кто? Так идите и работайте, а не болтайте. Вперед работать, я сказал. Вы кто такой? Вперед работать, депутат. Вы кто такой, чтобы в московской городской доме ломать двери? Дверь, ломай. Вот ответ Единой России. Вот потолок их возможностей. Ну хорошо, сломали дверь, которую теперь, видимо, нужно чинить за деньги налогоплательщиков. Москвичи заплатят еще 500 рублей за того, кто починит эту дверь. Хорошо, пусть все об этом знают. Это прекрасно. Мне кажется, наша, ну по крайней мере, я не знаю, может что-то еще сейчас выскажется. Я вам предложил бы такую неформальную резолюцию нашего элитаризированного круглого стола. Первое. Выразить благодарность всем депутатам, всем москвичам, которые пришли на Крыму стол. Второе. Выразить разочарование действиями Мосгордума, руководства Мосгордумы и Единой России. И считать их действия, ну просто оскорбляющими москвичей в целом. Которые считают, что Мосгордума это место, где ведется дискуссия любыми депутатами, которые избраны. Третье. Подтвердить, что так или иначе такой промышлен будет проведен, мы до всех пригласим. Эта дискуссия будет продолжена. И сейчас москвичи точно знают, что в Московской Ростовой Думе есть представители интересов, которые не боятся говорить, в том числе о проблеме преследований, политических прикрасив и коррупции. Они спрашивают, вот вам нравятся депутаты, которые сейчас в Мосгордуме, там, коммунист, не коммунист. Мне очень нравится то, что сейчас происходит. Мне очень нравятся эти депутаты, которые присутствуют. И я думаю, и Николай Григорьевич, может быть, он поймет, что на самом деле все круто проходит. Все будет хорошо. Посмотрим. И в-третьих, ФБК готов полностью помогать. ФБК готов и юристами, и если нужно, даже какими-то там дизайнерскими вещами, чем угодно, таким депутатам приятно помогать. Мы готовы полностью. Спасибо большое. Вообще, эта ситуация меня очень радует, на самом деле. Честно скажу. Потому что это безумие. Они совсем сошли с ума. А это показатель конца. Конец подходит. Я надеюсь, что их конец будет ужасен.